Всем привет! Меня зовут Андрей Романов, и это первый выпуск шоу про спорт челлендж. Здесь мы рассказываем о спортивной жизни работников и представителей компании «Нарильский никель». И первопроходник в этом шоу – Дмитрий Филиппов. Дим, привет! Привет, Андрей! Сколько тренируешься в неделю? Ну, по-всякому. Смотрю, какие тренирующие… Ну, сколько? Ну, сколько? 5-6 раз? 6-7-8-10… Сколько километров за тренировку делаешь? Тоже по-равному. 50, да? 50 бывает и такое. Ты готов к нашим испытаниям сегодня? Сегодня они будут необычные, они только связанные со спортом. А с чем это будет связано? А, увидишь. Готов? Да запросто. Ну, поехали. Попробуем? Поехали. Дим, испытание под номером один. Как ты думаешь, для чего тебе это коромысло? Я так думаю, будут какие-то ведра. Ну, на самом деле, ты правильно угадал. Ну, все-таки с коромыслом преодолеть на лыжах какую-то дистанцию – это просто нереально. Шипулин, Легков, Крюкс – никогда с этим не справлялись, понимаешь? Можно, пожалуйста, ведра? Давай, примеряй пока. Коромысло. Как тебе? Я понимаю… Слушай, это улдскул настоящий. Какая-нибудь таскала вообще на коромысле ведра? Да. Твоя задача не разлили, ничего. У тебя снизу льется, сверху не должно. Ты готов? Понимаю. Мы еще поедем. Поехали? Поехали. Давай. Знаешь, впервые в истории. Ты в курсе, что, Дим, на этой трассе люди с коромыслом и с ведрами, представляешь, на Олимпийской? Посмотрите. Ай-ай-ай-ай, аккуратно. Аккуратно. Я же нежим идем. Медвежий ручей. Весь ручей вошел в эти ведра практически. Ну, посмотрите, как он справляется, а? А ускорится, а ускорится. Ну-ка, давай, ускорится. Еще, еще, еще. Лучший, просто лучший. Давайте посмотрим, сколько он. Тормози-ка, ну-ка. О, можно напиться. Я бы испил, конечно, если бы там жмыха не было. Ну, он практически все сохранил, все, что вырвалось снизу, да. Я старался, я старался. Абсолютно лучший. Опа! Дим, ну ты справился, представляешь? Я старался. Просто красавчик. Поскольку ты лыжник, Дим, у тебя проблем с ногами быть не должно. Надеюсь. Сейчас мы проверим, насколько все-таки ты хорош именно в прыжках. Нам предстоит прыжки через резинку. Дим, ну что, ты узнаешь, да, что тебе нужно будет прыгать через резинку. Ты знаешь, что это такое? Уже знаю. Вот, но я тебе еще усложню задачу. Блиц тебе предстоит. Вопросы из разных вообще историй, из разных тем. Тебе нужно будет прыгая, реагировать и давать правильный. Я тебе буду давать варианты ответов. Тебе нужно угадать правильный. Я от тебя другого не ожидал. Ну а что, ты готов? Готов. Итак, друзья, Дмитрий Филиппов, Медвежий ручей, Норильск. Мы готовы. Поехали. Параллельно с испытанием. Итак, влить с опрос. Какие по счету соревнования по беговым лыжам проводятся на этой трассе? Первые, четвертые, вторые. Правильно. Правильно. Сколько нужно длиной лыж длиной 2 метра, чтобы обогнуть экватор? 20 миллионов, 56 миллионов, 345 тысяч. 345. Неправильно, 20 миллионов. Давай, давай, не останавливайся. Сколько команд сегодня участвует в соревнованиях? 11, 9, 10. 9. Неправильно, 10. Прыгай, не останавливайся. Каких нет соревнований у Норникеля? По боксу, по футболу, по хоккею. По боксу. Правильно. Откуда больше всего команд приезжает на соревнования Норникеля? Москва, Саратов, Норильск. Ой, запутался. Давай, давай. Ну как? Еще раз. Норильск, Саратов, Москва. Откуда больше всего? Неправильно, Норильск. Кто такой коми-мейнджор? Тоже не знаю. Три варианта тебе даю. Да. Продавец, кучер или гусар? Кучер. Неправильно, это продавец. Вот так вот, друзья. Я зарылся. Два правильных ответа из пяти, из восьми даже. Ну что? Ну просто зарылся. Делись ощущениями. Ты зарылся почти на первом вопросе. Забыл. Мне физически тяжело. Условия неравные. Неравные, да? Полторы тысячи метров высота. Да. Вот, видишь? А здесь вот как раз и выходит наружу все настоящее. Все маски срываются, представляешь? Ты красавец все равно. Мне кажется, выжив было легче. Дмитрий Филиппов, ну что, Дим, как ощущения? Все нормально? Ну, по самочувствию нормально, по испытаниям не очень. Слушай, вот здесь на самом деле, вот Миша, который катает на аэротраке, он рассказывает, что летом даже вот эти мишки заходят сюда на стадион, даже через ограды перелезают, подкопы какие-то делают, через забор перелезают, иногда шатуны даже зимой. Как ты к этому отнесся бы, если бы здесь вот что-нибудь, допустим, бежишь, и где-то Мишка на трассе вылезает? Я думаю, я бы убежал. Да? А вам смотри, кто здесь сзади тебя. А, ну-ка, давай! А, меня тут не шутка! Я даже смотри, со страху палку потерял. А у него, смотри, он слишком много ел летом. Догоняй, догоняй! Давай, давай! Он уже наелся, смотри, Дима! Ему просто надо тренироваться! Ну что, Дим, как тебе испытание? Неожиданно, если честно, я в шоке. Мишу, смотри, да, видишь, с каким пузиком? Ему надо потренироваться, мне кажется, с тобой надо потренироваться раз в 7 в неделю, будет нормально. Сначала он тебе, потом ты его, друг от друга будет тебе. У нас, я думаю, получится хороший тандем. Да, Миша? Спасибо тебе большое, ты красавец! И тебе спасибо! Справился со всеми соревнованиями, молодец! Я старался! Ну что, друзья, это было первое шоу про спорт челлендж. Будьте с нами, будьте норильским венителем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...